Музыка 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 Теперь уже в Минске встретимся со своими друзьями Перегружаемся в любую машину Скорая Чалева По дороге И заехали Ну вот мы приехали в точку назначения 1999 километров показала Минска Действующие лица Ухуууууу Паковались Какое то все барахло нам надо вместить на лодку. Мостик такой, и озеро начинается. Это получается граница, как раз посередине озера проходит граница с Россией. Получается, с правой стороны уже Россия, правый берег. Вот от берега, там вот дома. Вот оттуда мы отплыли. Сейчас находимся где-то посередине, на границе Россия, Беларусь. Тот берег, это уже Россия. Короче, от деревни Уклеенко начинается это озеро, идет таким изгибом, и из этого озера вытекает дриса, века дриса, по которой мы будем идти. Сегодня проплывем, пройдем немного. Как бы уже скоро вечереет. Первый у нас день такой, нароснул боль. Сейчас распаковались, поставили палатку. Сейчас будем жарим. Сегодня шикуем вообще по полной программе. Ну вот, на ужин у нас будут ребрышки. Ах, красота! Вот такие места. Снимаемся с нашей стоянки. Первые ночевки. Вот сейчас отплываем. Отплываем, конечно, поздно. Ну, как бы мы сильно, в принципе, так не торопились. Получается, сколько время сейчас? 12.23. 12.23 отходим. Уже скоро обедать надо, а мы только отходим. Ну, поздно встали. Сегодня поспали нормально так. Может быть, позже сделаем обед. Все. Начинаем! У-ху-ху! Так, вот сейчас... Недавно только выплыли с озера. Получается, вот такая речка идет. Там позади осталось у нас озеро. Впереди речка. Сейчас хоть течение появилось. Плыли без течения пока. Речка чистая, вообще прозрачная. Не знаю, вот до самого дна практически видно. Остановились на стояночку. Вот, решили сварить супца. Сейчас закипятим. Водички, чтобы по-быстрому вот на газовой горелке с собой взяли. Такие места здесь красивые. Вода в реке вообще чистейшая. Прям вообще прозрачная. И глубокая, кстати, река. Чистая пипец. Красивая. Вот, сфарганили такой супчик. Гороховый с копченостями называется. Сальца подрезали. Красота сейчас пообедаем. И дальше продолжим свой путь. Так, вот, проплываем под мостом. Первый мост наш по реке Дриса. И... Эгей! Вот, подплываем к такому месту. Вот здесь сегодня будем мы ночевать. Даже банька стоит. Вот такая красота. Сейчас посмотрим, что здесь имеется на этой стояночке. Вот банька. Нам там по дороге сказали, что даже можно зайти в деревню. Там кого-то там уегерили, не с ничего. Можно даже взять ключ и попариться. Ну, красиво так, конечно, все сделано. Конечно, некрасиво, что мусор тут разбросанный лежит, блин. Ну, туалет даже стоит. Беседка. Конечно, все красиво сделано. Вот, даже дрова. Кстати, сказали, что дрова можно брать. Тоже бесплатно. Дрова все дела. Все. Ночуем сегодня здесь. Короче, не стали мы там останавливаться на том месте. Да, там все, конечно, красиво. Места красивые, но там намусорено. Раз, не остались. Поэтому еще второе, это что... Там негде просто, где палатку было поставить. Вот и все. Вот и вся причина, почему оттуда уехали. Уплыли. Вот сейчас нашли другое место. Вообще, честно говоря, даже круче. Что-то нет никаких построений здесь. Все немножко более дико, чем там. Все, расставляемся. Поставляем палатку. Готовим ужин. Так, это утро второго дня нашего сплава 7-дневного. Вот. Вчера здесь отдыхали. Сделали. Вчера, вернее, сегодня легли уже под утро, наверное, в 5 утра где-то. До 5 утра, короче, рассвет встретили и пошли отдыхать. Проснулись в 12 где-то, около 12. Ну, мы так и планировали. Так. Хочу немножко про речку сказать. Вот такая речка. Ну, вот она, конечно, зарослей много, водорослей по всей речке. Ну, она очень прозрачная. И, кстати, рыбы здесь. Вот в течение всего сплава, пока сплавлялись, идешь и видно прямо, ну, рыбу видно. И много рыбы. Много. Рыбная река. Единственное, что забыли, удочку. Когда перекладывали вещи с моей машины в бизона, то забыли удочку. Забыл перебросить удочку. И вот мы идем вообще, как бы, рыбу не ловим. Единственное, плохо. И, так, ну, вот встали мы сегодня с таким намерением, чтобы отойти на сплав где-то в часа, ну, 2-3. Сейчас 2 часа где-то. Короче, будем собираться и в 3 где-то отходим. Замут какой. Решили, короче, мы сегодня сделать такое. Вчера в течение сплава вот придумали такую фишку. Короче, сегодня будем плыть с 3. Вечером останавливаемся на ужин и плывем всю ночь. Ночью будем плыть под фонарик и все. Просто решили так вот попробовать. Посмотрим, что получится. Смотрите, будет интересно. У нас заканчивается уже вода, как бы осталось. Вот, наверное, литра-полтора может. Решили выйти вот в деревню какая-то. Сейчас наберем воды, чтобы нам хватило и на ночь. И вообще, что-то было. Так, кладочка такая. Ходим по деревне и ищем воду. Сказали, что хорошей воды здесь нет. Вернули нас обратно. Сказали, что есть родниковая вода там дальше. Вернее, мы проплывали. Возвращаемся обратно. Деревня Малютина называется. Вот, нашли такой колодец с родниковой водой. Специально такая приспособа. Возвращаемся к лодке. Если она есть еще. Прошли так нормально от лодки. Надо было защитить. Проходим под мостом. А над нами мотоциклист, короче. Как раз так бывает. КОНЕЦ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поплывем дальше, в ночную Вот, решили попробовать Так что посмотрим Все, ночью еще покажу, что будет Так, ну что, отправляемся В ночную нашу поездку Поужинали Сейчас будем отправляться Все оборужены до зубов фонариками Все, удачи нам Короче, полчаса полет нормальный Идем, туманище, конечно, конкретный Даже, ну это сейчас я включил камеру А так вообще Вот, чтобы вы видели Идем по воде С этой стороны, с этой стороны Идем по реке Короче Единственное, конечно, плоховато, что Туман, вообще прям туманище Такой, вот, ну, видимость Может метров 20 Каких максимум Короче, вот, за ночь мы, скорее всего, что Много не пройдем Ну, в смысле, так уже быстро не разгонишься Как в нем Ну, вот, уже плывем Где-то час Больше даже Немного Вот, короче, биза светит, получается Фонарем Все Посветит Посмотри, куда мы плывем Балова, бля Короче, получается Биза светит впереди Фонарика Моя Пытаюсь вырулить Но туман мешает Вообще Неудобно плыть Не видно Видимость вообще слабая Местами вообще он Прям сгущается До такой степени Что почти вообще нифига не видать Ну, как бы, все равно плывем Так, вот, мы в лодке Час ночи Плывем Уже три часа, получается Ну, и грубо, где-то до рассвета Наверное, еще три, где-то Может, три с половиной Сделали себе Решили сделать себе кофе-паузу Батарейка в телефоне В этом фонарике села То вообще невозможно никак ехать Плыть, вернее Темно, вообще не видно, куда плывешь Пока заряжается батарейка Вот Решили замутить его Видно? Вот прям в лодке сейчас Замутим кофею Минут 15-20 И уже будет Подзарядиться Все, а мы тут заякорились Вот Не знаю, видно Ничего не видно Видно Короче, посередине реки Стоим Заякорились Сейчас будем кофе пить Вот, заварили кофе Сейчас будем пить Романтика Сидим посередине реки А, кстати Почему на берег, допустим Не вылезли Тут негде прям Берега высокие Кусты Заросли Короче, ну, некуда Так что пришлось В лодке это все делать Сейчас кофею Замутим И спать И спать Так, проходим Пол четвертого Проходим под мостом И, как обычно По традиции Гагай Посвети вверх А вниз? Четыре пятьдесят утра Мы все еще Мы все еще В бою Все еще плывем Вот Сейчас ищем уже место Если найдем что-нибудь Сразу становимся На дневочку Замутим 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 Сейчас утро третьего дня, 8.15. Все, остановились, встали на стоянку. Плыли с 10 вечера вчерашнего дня, ну, вчерашнего вечера с 10, сейчас 8.15. Вот до сих пор прошли 27 километров. Не вообще просто леса соснового, чтобы такое нормальное, чтобы с выходом вообще не было, вообще. И, короче, не имеет смысла дальше, мы решили, не пойдем, остаемся здесь, вот на этом месте. Какое-никакое, ну, все, уже спать хочется, просто все, уже глаза закрываются. Так что остаемся здесь. Поспали до часа, где-то на начало второго, и все-таки решили мы, что эта стоянка не наша. И вот будем, собрались, сейчас будем отпугать, будем искать что-нибудь получше. Это все-таки не сосновый лес, ну, некрасивая трава. Кстати, даже клеща на себе нашел. Правда, он еще не успел, собака, укусить меня. Так что, скоро отправляемся. Сегодня будем искать место хорошее, и уже завтра, скорее всего, что дневка у нас будет завтра. Ну, то есть, с баней. Возможно, даже если сегодня с нами пораньше, может быть, и сегодня баню замыть. С собой, кстати, вот, камней набрали. Вот, три пакета камней. Неизвестно, будет ли на том месте, будут ли камни. А камни для бани нужны. Так что, возим с собой три пакета камней. Сейчас вечер. Девять часов. Девять часов вечера. Вот, мы сегодня в три где-то снялись со стоянки такой, поспали в четыре-пять часов где-то, и в путь. Хотели найти лучшее место. Кстати, скажу сразу по ощущениям ночного сплава. Ну, короче, ходить-то можно на ночные, если нужда заставляет. Но вообще так просто. Просто адреналин охлебнется. И вообще, в течение ночи туман был, постоянный туман. Фонарем светили, и практически там мало что и видно. Бывало, что вообще не видно настолько густой туман был. Ночь была звездная. Луны не было. Вот, несколько раз на камни садились. Вот, а представляете, это ночью. Ну, короче, такое впечатление, такие своеобразные. И вот сейчас уже время девять часов, нам надо становиться уже на вечернюю стоянку на ночь. Хотели найти хорошее место. А сейчас ищем хотя бы любое место, чтобы в день хотя бы поставить палатку, не знаю, чтобы переночевать хотя бы. Вот это все время, что плывем, вообще не было никаких мест. Вообще, просто, а если в целом взять, вот прошлый день, вчерашний, и ночь, и сегодня, вообще нету стоянок никаких. Так что, учитывайте, если кто-то будет идти по этой дрессе, что со стоянками здесь большая проблема. Вот, мы первый раз с такой проблемой здесь столкнулись, на этой реке. Вот, такого еще не было в моей практике. Ладно, все, будем искать место. Так, полдесятого, вот, нашли стоянку. Постерок. Все, дров хватает. Вот, ну вот оттуда мы. Ну, короче, крутой подъем, блин, фонариком не видно. Крутой подъем, короче, от воды, но лучшего мы не нашли. Все, разбираем, ставим лагерь. Двадцать минут четвертого. Мы проснулись где-то часа два, наверное. Час, час. Проснулись, короче, сделали себе вчера еще макарошки остались. Обедали или позавтракали, как у нас это завтрак был. Так, решили замутить баньку. Вот для этого насобирали камней, ну, которых мы везли. Плюс еще здесь нашли немного. Выкладываем колодцем, разжигаем вокруг костер. И уже основание для нашей бани подготовлено. Вот такая вот типа палатка. Здесь вырыто получается. Ну, это просто типа как... Сейчас уложим дно камнем. Вот это. Уложили дно камнем. Обложили наши камни дровами со всех сторон. Обложили. Наша банька готова. Дно под камнем. Здесь будет вход. С этой стороны сразу собой закрываем. Отсюда. С этой стороны будем закатывать камни. Закрываем и залезаем оттуда. С той стороны. В процессе камни греются. Камни нагрелись, готовы. Где-то постер горел, может, час приблизительно. После чего берем рогатку. И достаем камни. И загружаем подготовленное место. Камни разогрелись до такой степени, что даже некоторые прям красные. Ну, вот, наша баня готова. Только что перетащили камни в баню. С костра. И уже запарились. Еще не начинали париться. Вот, видно. Камни там уже внутри. Клеенка вся поднимается от пара. Заходим. Ой, блин. Ой, блин. Давай. Крюто, блин. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Сделали пробный немножко. Ну, это пипец. Может, заметно по мне или нет, какая баня. Камни сохраняют тепло вообще. Немножко лилу прям. Сейчас помоемся и снова туда. Сейчас помоемся. А теперь окунуться. А, ведем. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Хе-хей. Как же круто вообще просто. Сейчас еще полезем. Вот, все происходит с пользой. Даже те угли, которые остались от нагревания камней в баню, сейчас его используем для приготовления картошечки запеченной. Красота! В угли зарыли. Углей просто пипец. Как раз в тему. Хорошее завершение сегодняшнего дня. Сегодня у нас что? Баньку сделали. Попались. Три раза полноценно попались. Три раза. Вообще отлично. Прям порог класс. Окунулись, все как полагается. Сейчас картошечка запекается. Баньку оставим, камни. Вот если кто будет здесь проходить, если вдруг соберетесь, вот на этом месте останавливаетесь. Класс! Табличку напишем. Табличку, да. Оставим табличку, так что будете знать, если что. Смотрите, какая здесь красота. Просто супер. Вообще с местом вышли, думали, что место плохое, а на самом деле супер просто. И дров капец. Ну, дров вообще надо много было на баню. Здесь этих дров прямо сколько хочешь. Бери, не хочу. Так, сегодня шестой день нашего семидневного сплава. Проходим перекат. На воду встали полвторого. Не торопились. Надо сегодня пройти где-то около 17. И завтра еще кусочек дойти до моста. Вот, на протяжении 20 километров, где-то приблизительно, вот постоянно вот такие вот перекаты встречаются. Завалы деревьев. И все это началось с тех пор, как мы встали на ночной сплав. До того, вообще все, река ровная была, спокойная, тихая. Вот. Вообще без всяких преград, без ничего, ровно. Только водоросли постоянно встречаются. После где-то 50 километров начинаются уже завалы, перекаты. А вот в последнее время перекаты вообще очень часто встречаются. Каменное дно. Вчера был отличный день. Вообще классно. Банька. Дела. Днёчку измегали хорошие. Так, вот мы сейчас проходим по трассе Р-46. Тут будет пункт назначения, куда мы хотели дойти. И по традиции ГАГЭЙ! Сейчас ищем стоянку, где нам приземлиться на ночь. Уже начало, начало 9-го. Куда тут? Не знаю, куда тут податься. Леса такие вообще убогие. Нигде палатку не поставишь. Вот плывем даже дальше, чем намечены свои цели. Посмотрим, куда нас сегодня выйдет. Вот пришлось останавливаться на стоянку вот в таком месте. Место, конечно, вообще не то, что не айс, а. Вон вверх до леса нормального. Короче, порядочно. Наверное, будем ночевать вот здесь прямо. Потому что уже нет времени вещи переносить. Пока перенесем вверх. Уже время будет. И так уже темнеет. Хорошо, что хоть такое место нашли. Ну, как говорится, не все коту масленица. Иногда надо и в таких местах приночивать. Итак, сегодня седьмой день нашего сплава. Вот уже где-то около, наверное, часов двух. У вас с утра проснулись. Доплыли. Мы переплыли даже куда хотели. Вот мост, на котором должны были нас забрать. Но там негде было остановиться. Ну, на стоянку. Поплыли дальше. Ну, не знаю. Плыли вообще. Вот насчет реки скажу. Что места, мест здесь практически на стоянку очень мало. Очень мало. Вообще может проплыть и 20 км. И вообще не найти где встать на ночевку в стоянку. Пришлось вот последнюю ночевку встать на таком вот месте. Потому что лес вот там вот высоко. Подниматься в город порядочно. И вот мы сделали такую вот фишку. Вот уже второй сплав. Мы оставляем свои сланцы прибитыми на дереве. Завершение нашего сплава. Благополучного. Так вот. И мусор все за собой брали. Все чистенько оставляем по нам. В этом сплаве понравилось. И баньку сделали. И ночной сплав попробовали. Очень интересно. Адреналина, конечно, хватает. Вот. Ну, сейчас это как бы поднимаемся на гору эту. Вещи все подняли. Еще надо пройти по лесу. Продолжение сплава. Получается. Вот по такому лесу. До дороги где-то метров пятьдесят. Там уже как раз подъехал человек за нами. Забирать. Вот это все. Все эти вещи нам надо перенести через лес. То есть, бизон уже понес там кое-что. Сейчас будем переносить потихоньку. Ну, что ж еще хочу сказать. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте класс. До встречи на реках. До встречи! До встречи! Пока. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok